В Одессе 4 часа дня в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Как сорвать график движения целого трамвайного маршрута и создать небольшой транспортный коллапс в центре Одессы? Достаточно просто неправильно припарковать свой автомобиль на изгибе французского бульвара. Как сотни одесситов опоздали на работу из-за очередного нерадивого шофера в сюжете моих коллег. Не, ну только подумать, люди не волнуют, понимаете? Вот движение стало, людям надо ехать. Он себе ушел гулять, неизвестно где, поставил машину, как попало. Ему наплевать на все. Стойте. С двухчасового простаивания в заторе и опоздания на работу началось утро для сотен постоянных пассажиров пятого трамвая. На повороте возле гостиницы «Юность» один из вагонов уперся в черный внедорожник. Машина припаркована в опасной близости от путей. Проехать нестесав изрядный кусок не получится. Такой район, что здесь нет ни одной маршрутки. Чтобы можно было пересесть. Как вот нам быть? Вот я, например, опоздала уже. Я сегодня опоздала. Я сегодня уже не заработала денег. Это понятно все. Детей повели пешком в Филатово. Трамвайная пробка получилась изрядной. Стоят уже пять вагонов. Прибывшие на место копы разводят руками. Водителя в машине нет и они ограничены в действиях. Уже вызвали эвакуатор. Буквально несколько минут. Ну, в течение получаса он уже приедет. Мы данный транспорт эвакуируем. Страсти начинают накаляться. Вагоновожатые вступают в перепалку с полисменами. А именно в этом участке подъезжаешь, стоит машина. К городской власти обратитесь. Пускай она перегородит каким-то образом движение для транспорта. Какие-то же есть блоки или не знаю. Отчаявшиеся пассажиры решили поискать правду в горсовете. Но не тут-то было. В администрацию звоним на горячую линию. Там автоответчик. Администрацию чего? Города. В горсовете? Да. Там автоответчик. Там никто не отвечает. Итак, спустя два часа ожидания к лэнд-крузеру возвращается его владелец. Точнее, владелица. Сейчас я объеду. Подождите. Девушке, что называется, повезло. Еще минут 10 и ее черного друга увезли бы на штрафплощадку. А так, скромный штраф в размере суточных затрат на бензин для внедорожника. Вам будет выписано подстанное нарушение право дорожного движения в размере 510 гривен. Доченька, подождите. Согласно статье 122-й, части 3-й. Можете на данный момент пока транспорт убрать, чтобы люди проезжали. Да, давайте, конечно, я уберу. Движение, наконец, восстановлено. Но далеко не факт, что через час опасный поворот не перекроет следующий автохам. На антипарковочной фурнитуре горсовет здесь явно экономит. Сергей Бандур, Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Игорь Казанжи, 7 канал. Коммунальщики не досчитали, одесситы переплатили. Из-за халатности КП теплоснабжения города Одессы жителям дома на Академика Королева посчитали потребление тепла по завышенному тарифу. Как так получилось и почему людям все-таки придется рассчитаться по платежам, смотрите в сюжете нашей Ольги Голодовой. В конце отопительного сезона жители дома номер 56 на улице Академика Королева получили платежки с долгами. В каждую из 80 квартир пришли квитанции с четырехзначными числами. По окончании отопительного сезона к нашим суммам было просто добавлены сумасшедшие суммы. Каждую квартиру по 800, по 900, по 800, по 900 гривен. Без каких-либо объяснений. Сумма, к примеру, за 840 за предыдущий период. Начисление за февраль 1357 в итоге 5000. Как бы это возмутило всех. Жители обратились в коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы. Мы снимали, когда снимали показания через модемную связь. Естественно, это как оборудование может иметь, скажем, съем произошел не на 30 число, а на 28 число. Это модем может не работать. Какой-то контакт отошел или интернет в этот момент плохо работает. Оказывается, с октября прошлого года по городской инвестпрограмме в доме установили прибор учета потребления тепла. Механизм работает с помощью модема. Показания с него снимают через интернет. В декабре модем не сработал и показания снимали вручную. Сотрудник коммунального предприятия вместо полного месяца внесла данные только за 23 дня. А в следующем месяце тариф за тепло повысился и людям пришлось переплатить. Получилось, что в декабре месяце стоимость квадратного метра не 25,83, а плюс неделя. Вот тех показаний, которые были не учтены, к сожалению, получилось 36 гривен 80 копеек. Кроме технических неполадок, на суммы в платежках повлияла и безхозяйственность ЖКС. Из-за того, что температуру в квартирах коммунальщики не регулировали, люди целую зиму жили с открытыми окнами и платили за нагрев воздуха на улице. Мы обнаружили, что в доме была искусственно завышена теплоподача, которая была проделена жековскими работниками, что было подтверждено инспектором из теплосети, которые намеренно подавали завышенную теплоподачу без какой-либо надобности. К тому же в КП рассказали, что новомодный прибор учета тепла невыгодный для их 14-этажки. Такой, к слову, механизм в нашем городе стоит на двух тысячах домах. И несмотря на халатность коммунальщиков, людям придется заплатить по счетам. Ольга Голодова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Под Генконсульством России одесситы провели пикет в поддержку украинского Крыма. А именно 16 марта, три года назад, на полуострове провели так называемый референдум о присоединении к Российской Федерации. По словам участников акции, крымчане должны чувствовать поддержку с территории материковой Украины. Сакральная цифра, у меня на карточке цифра 10, это количество политических осужденных в Крыму за те три года российской агрессии на территории полуострова. После псевдореферендума уже прошло на сегодняшний момент три года. За эти три года было 10 человек осуждено. Более 39 человек. У нас еще есть разные карточки, было пропавшими, 12 убитых. Также мы хотим напомнить мировой общественности, что Крым это территория Украины, что они проводят не только расовый геноцид, а и информационный геноцид на оккупированных территориях Украины. Громкая конфискация. Малиновский суд принял первое в Украине решение об изъятии морского судна. Речь идет о танзанийском грузовом корабле «Скаймун». Капитан судна нарушил таможенные правила. По информации прокуратуры, в прошлом году это судно 8 раз незаконно побывало в Керчи, Феодосии и Севастополе. Оттуда в обход украинского законодательства корабль доставлял в Турцию, Молдову, металлолом, кальцинированную техническую соду, а также семена льда. На Дунае после возвращения из севастопольского порта его задержали одесские пограничники. Суд постановил конфисковать с корабля товар стоимостью более 18 миллионов гривен. Это, к слову, крупнейшая в истории Украины партия продукции, которую изъяли за нарушение таможенных правил. Кроме конфискации «Скаймун» приняли решение осудить и капитана, и, возможно, организатора незаконного рельса. Стать супергероем и изменить свой город. В Одессе презентовали проект «Виткрывай Украину». Суть его проста. Команда школьников предлагает идеи по улучшению своего учебного заведения. Жюри выбирают лучшие. Затем победители разработают проекты по улучшению города, в котором они живут. Цель проекта – помочь молодежи малых городов Украины проявить свои лучшие качества, получить образование лучших вузов Украины, которые проходят в онлайн-режиме, ну и улучшить жизнь в своем городе. Первый этап проекта уже завершился. Из 14 городов Одесской области в полуфинал прошли три команды – из Черноморска, Беляевки и Южного. Им предстоит разработать идеи по улучшению города. Я хочу, и моя команда хочет, чтобы все люди были громадские, то есть, чтобы они были к каким-то проекту, чтобы это не было. То есть, от маленьких, которые мы сейчас творим, до больших. Потому что люди немного байдужи в нашем городе, в нашей стране, чтобы они больше сприяли развитию общества. Проект действует по всей Украине. Он направлен на развитие подростков малых городов. Областные центры участия не принимают. Пять команд победителей со всей страны поедут в Киев на специальные тренинги, после чего они отправятся на стажировку в страны Азии, Америки и Европы. Художественный фильм «Весна на Заречной улице» отмечает юбилей. 60 лет со дня выхода киноленты в прокат. В зале Одесской киностудии праздничный показ собрал аншлаг. А в фойе открылась выставка с оригинальным реквизитом, сохранившимся еще со времен съемок. Подробности у нашего корреспондента Юлии Федоровой. Место рождения фильма – Запорожье. Место прописки – Одесская киностудия. Судьба счастливая и долгая. В далеком 1956 году режиссеры Феликс Миронер и Марлен Куциев сняли фильм, который стал легендарным. Артисты нравятся. И фильм такой, знаете, жизненный и ностальгия о прошлом. Картина моментально стала лидером проката. Весну на Заречной улице посмотрело больше 30 миллионов человек. С нее начался новый этап осмысления и показа современной жизни в кинематографе. Не зря артисты все были неизвестны, специально, чтобы было понятно, что это люди из народа. Это фильм о народе и для народа. Начало работы в кино у Вадима Костроменко было ярким и незабываемым. Его взяли вторым оператором на съемки фильма «Весна на Заречной улице». Сегодня на праздновании юбилея он главный гость. И я уж там наснимал дымящиеся трубы. То, чем тогда гордились. Сегодня мы задыхаемся от дыма, а тогда казалось, это прекрасно. Завод трудится, плавка идет, искры летят. Да и работа у нас, между прочим, тоже горячая. Наш главный проспект. В фойе выставка с оригинальным реквизитом со съемок фильма. Сфотографироваться в декорациях культовой киноленты может каждый желающий. Инсталляция такая сделана, стола, когда праздновали Новый год. Новый Мартеновский год, когда там столевары праздновали. Вот это, даже тут бутылочки и посуда воссозданы. Прошло больше полувека. И сегодня зрители смотрят фильм в переполненном зале Одесской кинострудии. И даже стоят в проходах. Я понимаю время, когда мои родители были молоды, когда они задумывались о будущем, когда они только планировали рождение своих детей. Поэтому это для меня история про моего отца, которого уже нет в живых, про мою мать, которая уже сейчас пенсионного возраста. И вообще про многих людей, которые строили страну в послевоенные годы. Весна Назаречная знаменовала собой возрождение Одесской киностудии в послевоенное время. На протяжении 10 лет, вплоть до съемок этого фильма, она была лишь летней базой, куда приезжали работать режиссеры из других городов и стран. Юлия Федорова, Алексей Барановский, Седьмой канал. У нас на этом пока все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Увидимся через два часа. Следующий выпуск в 18.00. Оставайтесь седьмым. Субтитры создавал DimaTorzok